сможет ли инфинити обогнать бмв нагревается бмв перегревается ты будешь ехать на пятьсот пятьдесят шесть разорву вас на ты бросал вызов ты много наговорил я тебя ждал друзья всем привет вы на канале крутящий момент сегодня вы увидите мощнейшую зарубу о которой ведутся переговоры два последних месяца и обговаривали в чате бмв и в чате инфинити как вы уже догадались ехать будет бмв м340к на втором стейдже 500 лошадиных сил против инфинити q60 red sport на стейдж 2 плюс 500 лошадиных сил плюс сможет ли инфинити обогнать бмв или это окажется очередной неудавшейся попыткой привет готов побороться с бэхой да конечно давай вкратце по конфигу высокосил машине 500 плюс я тебе дал замеры стенда ты можешь выставить фанаты давно тебя просят пока что подработка вкус alfa performance всякие патрубки и все остальное компания z1 самая большая фишка которую сейчас мы наблюдаем это стоит киллер-чиллер что нам позволяет ехать ехать стабильно быстро с охлажденным пуском дальше стоит установка от помист фанаты бмв это не вода метанол это 10 лат он нужен для того чтобы охлаждать турбину охлаждать стенки цилиндров охлаждать выхлоп это все нагревается эта штука на 5 заездов в 4 литра 10 лат то есть работает она очень интенсивно что по вижу тебя блог и стоят очка с тнвд тоже альфа перформанс до тнвд альфа перформанс масло помойка что по выклопу стоковые пока кульки на пуске и это впирается то есть условно говоря мы можем достичь 600 сил но для этого нужно немножко доработать еще в пуск хотя он очень сбалансированный и хорошо доработать что по выпуску 76 труба прямая трасса никаких катализаторов никаких там x и y 2 нахуй прямых трубы для полного охлаждения автомобиля турбины стоковые разные разное количество сил добиваются обычно как правило на 2 там 480 470 500 505 540 556 ты можешь выставить я тебе давал замер ты будешь лихать на 556 наверное у твоего оппонента 500 ну мой оппонент говорил что у него 500 плюс да я буду ехать на 550 сил но моего оппонента автомобиля чем классные троечка потому что на легкая в него разница в весе составляет 150 килограмм плюс финик полностью обешумлен арки и я сам открою да да санька ты заморочился крепко конечно фанаты бмв скажет что у меня разобранный салон да ребята смотрите эти титанат это из-за того что я не ехал бодрый алиэкспресс да да это алиэкспресс стиле бмв стайл поэтому паш эти накладки на моем инфинити они были как так обычно очки от бочки меда ложка говнище поэтому паха ты как фанаты яркий представитель бмв я тебе кармически да нет передаю тебе накладки инфинити стайл нахуй блять так ладно это залог победы сегодня будет я считаю что сегодня будет очень классная гонка потому что игорь это легенда он много снимался на коня на канале крутящий момент делал стейч 3 участвовал драги это самый сильный и самый достойный мой соперник признаюсь вам честно фанаты бмв что я на игре равняюсь это мой антипод и для меня сегодня выиграть это будет level level панка если я проиграю я достойно сражался если я выиграю значит все-таки инфинити это бмв киллер он кстати и приехал что-то не там под капотом смотрят но если честно он приехал хочет надрать инфинити жестко унизить сегодня да смотрим погоду температура воздуха около 20 градусов моем конфиге это не лучший для меня день потому что мне стоят полуслики момента автомобиля около 800 и соответственно не нужен зацеп это первое а второе есть фишка которая позволит я что который позволит мне сегодня победить потому что моей логике и во всем моем троллинге которые я троллю бмв так даже так перебью бмв говно я просто скажу что бмв нагревается бмв перегревается пусть это будет е60 стоит 4 б 58 м 5 она нагревается на перегревается для меня моем понимании и моем мире этот чек я понял на ком давлении больше как низкая температура воздуха не достаточно горячий асфальт я буду ехать пробовать 14 давление 1 и 4 если будет зацеп поеду на 16 удачи и по наводы рассчитывать на себя берег здорово бх-бх быстро до бх это сила да давай двух словах down pipe а в одном слове ну а down pipe прошивка как раз двух словах коробка мотор прошивка down pipe все сколько сил сегодняшем заезде будет не знаю сил 500 наверно муж с хвостиком их я не замерял один на стенде ну думаю 500 есть около 500 и шансовывать финик да там финик зарядился по самые помидоры ну посмотрим если он на гибридах есть 500 до 500 до 520 короче такой джентльменский набор тут стоит 2 и что там еще тут можно говорить ну это скажем так проходящий момент я бы давным-давно уже поставил гибрид но я саша пообещал что заеду с ним на сток turbo как только заезд случится я скину тебе драги результат драги как она ехала на стечь 2 и строим гибрид метанол и снимаем 700 800 сил и едем смотри нас не ударить лицом в грязь это понимаешь что и по наводы у них очень сильная коалиция если не дай бог ты у него выигрыш не тебя проклянут но бмвшники такие же это нормальное братство все готов пулю на старт давай удачи для меня сражаться с ним это честь если я сегодня выиграю то для меня сегодня это будет праздник готов проиграть финику спасибо если надо хорошо для ну реально накал и тему уже этого всего по тему долго обсуждали там в чате infinite 5 бмв там накажи бмв киллера накажи этого финика готовился если честно ориентировался седана игоря наблюдал этого резко ли за его тактика и где-то потратил около двух лет времени для того чтобы секунды секунда наблюдал за игорем да ахахахахаха да 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 я кстати похудел смотри да саня тоже там подсказал я 5 15 но я меньше я 5-7 но я еще и работаю даже чтобы быстро ехать надо иметь там килограмм 60 от веса вот в этот секрет да есть такой парень который рекорды ставит на 60 до до потом сердце клиенты и машины так не едут да так что в принципе так Доработок нет, проходящий момент, стоишь два, долго задерживаться не буду, в принципе, фух-фух и полетели. Не зря я месяц ждал заезда с Фиником. Этот месяц у него прошел не просто так. Ну, чтобы вы понимали, Финик на Stage 2 едет 11.7, 11.8. Это прям идеально, ну, если он на стоп-турбину. А тут гибриды. Ну, как бы, если бы у меня стояли гибриды, ну, гибрид, точнее, то смысла не было бы ехать, потому что я бы ехал там, не знаю, даже, наверное, из десяти. Ну, десять низкие точно легко. Это даже если коробку не усиливать. На секунду отлечемся от сегодняшней гонки. На дворе лето самое время для путешествия. Приглашаем вас съездить на отдых в Карпаты в гостиницу Гуцульска Родзинка. Там будет вас ждать шикарный отдых среди сказочных гор и рек, непередаваемый колорит гуцульщины. В отеле вы найдете двухместные номера типа полулюкс, а также четырехместные номера типа люкс со сказочным видом на реку и горы. В обязательном порядке вас порадует традиционная украинская кухня, удивят чаны с летней террасой, где вы получите море удовольствия и почувствуете воссоединение с природой Карпаты. Также в отеле есть возможность заказать путешествия по горам, на джипах и квадроциклах. Номеры адреса отеля я оставлю в описании к сегодняшнему видео. А для тех, кто сделает бронирование от пяти дней, назовет кодовое слово Паша ДСГ, получит сутки проживания в отеле бесплатно. Ждем вас в Еремче в гостинице Гуцульска Родзинка. Действуйте, ну а мы продолжаем. Ну что? Короче, он там на гибридах. Я поехал 11-28, мы в финиш около ровно приехали. И бучий ваш, чувак. Друзья, этот Infiniti очень злой. Я могу смело заявить, что этот автомобиль по Infiniti самый быстрый в нашем регионе. Фальстар. Мы сейчас поехали 11-15 квадроцикла, но непонятно сколько едет он, потому что он поехал заметно раньше. Не знаю, как по мне, как по мне, там был фальстарт у Финика, был? Может быть реакция была, не знаю, но я тебе скажу так. Саня оставит здесь мотор, но он должен, блядь, все сделать, чтобы победить. Я знаю его настрой. Ты видишь, он реально едет. Да, он прет, пиздец. Так, ребят, внимание, давайте пересмотрим быстренько дубль, который я встал сзади, подснял на телефон. Это действительно очень волнительно и интересно, потому что я говорю, что проигрывать никто не хочет. Вот момент старта. Да, да, ребята, фальстарт, фальстарт. Вот, Борина отмашка, смотрите внимательно. Руки подняли, смотри. Финик уже едет, видишь? Уже поехал. Ну как, на опускание? Не-не-не, Игорь честно пошел, посмотри. Он прям чисто пошел, я не спорю. Чисто пошел, чисто пошел. Ну опять-таки, я же говорю, реакция, смотри. Да, нет, ну как? Смотри, нет, вот ты поднял руки. Рука только опускается? Нет, он еще не опускается, он уже едет. Он пошел до опускания рук. Вот, отпусти. Ребята, что вы думаете, был ли фальстарт у красного инфинити или нет? Напишите. Ничего, ничего. Но у него был фальстарт. Да, у него был фальстарт. Короче, я еду 1С1, с фальстартом, ну это непонятно. Короче, он хорошо настроился на самом деле. Короче, не ясно у кого, в принципе, в этот раз. А этот раз, смотри, ну если он раньше поехал, он потихонечку еле-еле уходил. То есть он где-то едет 100-200, я думаю, 7-5, 7-4, где-то так. Я еду там 8-7-9. Что-то не быстро ходар для финика. На тех бабках, что он вложил, должен был, наверное, секунд 5 ехать 100-200. Ну давай еще раз, ты нормальный, еще без фальстарта. Давай, давай. Я думаю, что на квотер мы можем, я могу его сделать. Ход у него быстрее, это факт. Ну... Вся надежда на 8 ZF. Подожди. Да, да. Валера, а он включил этот мод модный, VXHP, по коробке? Кардан, что ты думаешь? Я расчарованный трошки. Думал, что БХ порвет финик. Б-58, ёптюхать, конечно. Ну видно, что Игорь нервничает, не хочет проигрывать. Да, не хочет, да. Я и за Infinity, и за BMW, но Игорь больше близкий мне, я за Игоря, конечно. Бляд, Саня, неужели, неужели Infinity поехал? Неужели, бляд? Да, конечно. Ребята, вы видели такую хуйню? Саня, смотри, смотри. Это, по-моему, фотошоп, неужели? Ты... Что там турбину от КамАЗов, ВИБАЛ, да? Смотри, если Игорь, это для меня мой антипод, то самые классные ролики потом в ТикТоке, это у меня с Валерой. Я смотрю, я смотрю. Поехали. Так, ну давай пока с Игорем разберемся, а потом Валера подойдет. Валера, какие-то давай уже турбины надо помочь мне заказывать. Игорь пока не заперемелся, я так понимаю. Не, не, он пошел сейчас, все нормально, все нормально. Что Игорь не ожидал такого исхода, немножко нервничает. Ты по драге мерил эти два заезда, что получается? Ага, 1,4 мили, 11,13. Ну, ты нос в нос с Игорем идешь, он примерно те же цифры, примерно те же цифры. Ну, на квотере не нос, нос. У тебя типа чуть более ебейший ходарь. Честно. Поехали в этот раз. Ну, стабильно 0,103,3, 1208,2, влажность высокая. И квотер 11,18. Финик только что дал фору, либо завтыкал, но вряд ли. Не, мне кажется, не надулся, не надулся. Не, не, не. По-моему, не раздулся. Не, там схема другая, я понимаю, что он просто... В общем, троллит, да, жулик? Ну, может, троллит, не знаю, но мне кажется, что да. Потому что он два раза раздулся, и тут третий не раздулся. Не, финик не надулся, походу. Да нет, нет. Ребят, в третьем раунде, видимо, Саня не успел там надуть турбины свои. Стоковые, нестоковые, полустоковые турбины. Какие у него там турбины, потому что в реале никто не знает. Можно только догадываться. Вообще, ипановоды очень скрытные люди. Они пичкают там на кучу бабок свои тачки, ходят, вроде, типа, там какой-то полусток у них. Мужики, социальный вопрос. Там гибриды, финики? Я думаю, да. Скорее всего, да. Молодец, 6-0. Я так понимаю, мы едем, пока либо камера не сядет, либо топливо не закончится. Будет очень неправильно, если ты проиграешь 3-0. 3-0 я проиграю? Ага, хорошо. Я шучу. Так все нормально? Все нормально, Саша уже немножечко паяет. Ну, конечно, сколько бабок валить. И ехать, как тачка на стиль 2. Слушай, я шучу. Ты не надулся в 3-м рамках, что произошло? Да, совершенно верно. Догнал, не догнал? Что визуально как догонял? На зеркало, ну, на полкорпуса не догнал. Ебанаврот, ребята. Хотя отстал бы очень жестко. Походу надо покупать реально Infinity, потому что, ну, других вариантов я не вижу. Очень многие подписчики уверены, что вы купите Infinity за 10 тысяч долларов. Там за 500 баксов на вас вода год поедет, там чуть ли кодр не из 11. Ну, на самом деле, все это не так. Субтитры сделал DimaTorzok А дальше уже не надо. После 220-го, то уже неинтересно. Так, что мы поехали? Ну, как стабильно. 0,100, 327. 100, 208, 4. И этот, что у нас получается? Икотер 11, 16. Я сейчас говоря со счета сбился, я не знаю, кто там, как там. Но первый заезд, получается, он может и выиграл. Там, хрен поймешь. Второй фолькстарт и два за мной. Ну, я тебе скажу, ты респект, ты меня реально удивил. Я просто хотел сказать, что я тебя уважаю. И ты меня мотивировал. Бля, красавчик, честно. Я смотрю просто, сколько я еду, блядь. И ты близко. Красавчик. Нет, это, вот это уже время. Вот это уже время. Да. Да. Что, мы еще едем или ты с ребятами? Или как? Давай еще один с тобой. Давай. Так, очень серьезный накал. Не понятно, по каким причинам Саня не смог второй раз раздуть свой финик. Возможно, этот вопрос решится в следующем заезде. Да иди сюда, подожди. Да я же не пить собрался. Иди сюда. Не наливаю, не предлагаю. Слушай, ты продал Беху? Да. Купил Теслу? Да. Что лучше, Беха или Тесла? Я думаю, что можно уже... Нет, Тесла такая машина, ее нужно попробовать. Ну, ты попробовал? Попробовал. Начало одну, потом вторую. Да, да, все равно на Беху пересяду. Начало брюнетку, потом блондинку попробую. Да. Рыжая нужна еще? Нет. Это. Короче, что, мы привезем Беху скоро, да? Да. БМВ, БМВ. Ты не успел раздуться опять? Я опять старт проебал. Бля, ну давай не проебуй. Зачем? Все равно выиграл. Ты все-таки выиграл? Да. Ёбанат. Я его добрал. Ты же там два бара вдул. Мы вообще, меня так начало пидорасить, что мы в зеркало-зеркало ехали. Шесть зеркало-зеркало ехали. Ну, я имею в виду, что я, блядь, не помещался в дорогу, лоху. Реально, Финих прет на все бабки. Не знаю, какими строят, ами Саня его напичкал, но сами видите итог этого заезда. Последний с места, затем рубанем ходарем. Я лошара. Я ехал спорт индивидуал, у меня там настройки другие. Я думаю, он объезжает уже за 220, это уже за квотом. Я ищу в тот раз, что это, ну типа четверть мили я впереди. А потом где-то 220 по спидору говорит, что он объехал. Кого объехал? Сейчас объехал. Сейчас объехал. Да. Для камеры есть. Все, все понял. Он говорит, что я добрал ее. Где я добрал? 230 мы едем, что от нуля до максималки, я не спорю, у него ход сильнее, потому что он гибридный. На 400 метров я впереди. Это ну там причем нормально. Еще разочек и все. Сбор перекусить. Да, все, я уже, я неправильно, короче. Давай, все нормально. Короче, ясно, какие вот машины с места. В принципе, я реально не знаю, как они едут, потому что ситуация спорная. Когда мы пересмотрим кадры, смонтируем видео, будет более четко, отчетливо, понятно. Саня топит то, что он его обходит на квотер, а Игорь говорит, что квотер у них примерно выход 200, и потом уже как бы Саня типа топит за 200+, а Игорь в этот день скидывает. Следующий заезд мы проведем с пассажирами. Сейчас будет аттракцион невидомой щедрости. Ты поешь в Финик, я это в БМВ. Это было предрешено изначально. С места их одарем. Покажем, как нам. Слушай, а подписчики пишут, что Финик это полу-ГТР, что там, блядь, 7 пизда на родной моторе? Нельзя так говорить, потому что это совсем два разных мотора. Совсем другая коробка. И, наверное, даже хуже, чем у ГТР. Нет, у ГТР лучше, чем у ГТР. Ну, у нее нету... Ну, подожди. Мы же не делали тысячу сил. Нет, ГТР на втором стейже разваливается, коробка. Подожди. Давай так, правильно сравнивать километры с километрами, килограмм с килограммами. Какая мощность у ГТР? Пункт 750 на втором стейже. Вот когда сделаем 750 на Infinity, тогда посмотрим, что будет с коробкой. Ну, ты, кстати, прав. Будет 750 сил в этом сезоне? В этом, думаю, что нет. Я жду выхода турбины, масс-перформанс. Готовлюсь к этому. Откатываю определенные решения для того, чтобы заложить хорошую основу и только подкинуть турбы и поехать. Так, все, давай с места два на два, потом ходарем. Давай, удачи. В предвкушении, как рубанут ребята два по два. И мы тоже в предвкушении. Игорь поехал продуваться. У Сани в машине, как ранее уже упоминалось, стоит чиллер-киллер. Впуск у него не греется. Температура на впуске всегда, скажем так, оптимальная, такая, как надо. Давай! Ё-хо-хо! 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 Ё-хо-хо-хо! Квадер, квадер, все! Хатарь у Финика ебейший, просто ебейший. Он как будто стероидный питбуль. Правда, это получается только после 200 км в час. Ты видел, как он начал догонять? смотри все элементарно просто у него тупо больше мощности больше момента поэтому он добирает дальше все норм там силу 600 с гаком тут 500 за счет старта бмв понятно я забираю ну и что-то там дотяну так вот короче 8 zf тащит понятное дело понятное дело 8 затем вот поэтому вот так но типа сказать что я удивлен это ничего не сказать ну а я удивлен я охуел эти больше скажу я реально я думаю ну куда финик у нас здесь два рыбаса 340 там разница будет пол дистанция конечно не ходят легенды швитон стэч полтора не ну саша ничего не говорил да вроде но он так троллил типа да 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 ну понятно дело там гибриды след смотрите мы увидели как едет финик на гибридах а потом покажу как едет 340 в этом случае на на чтоб сами какие-то там очень матюрые гибриды от gtr не поставил и мы не увидели как инфинити этом под тысячу кобыл кстати сколько было вот сейчас quarter вдвоем я ну мощненько мощненько было хорошо хорошо это мало кто с ним захочешь я ребята 11 целых 29 сотых мы проехали с игорем одну четвертую мили 0100 сейчас посмотрю в этом заезде 335 значит за до этого без меня 327 из 332 331 324 ребята вот это хороший заезд 324 0 100 то я чуть-чуть лох на самом деле я включил не ну там было бы не сильно лучше но лучше я хочу спорт индивидуал они плюс но суматохи а что же не но понятно понятно и короче она и меня он настроен так что коробка не в спорте в этом режиме это для того чтобы она там кто знает так банда 100 200 100 200 внимание игорь можно раскрыть карты то все уже скрывает все 100 200 игреет сам 825 826 в принципе это действительно быстро для такого автомобиля при массе потому что же серия тяжелее f ки вдвоем мы проехали 8 и 8 100 200 второй раунд 2 по 2 посмотрим что будет затем поедем ходом но ходами чувствую что финик нас сожрет на ходом это ланнер и в друбанем уже на шутки и пановоды порадовались ну обычно ну ты понял дашьми так так финик не надулся так финик загребает очень надо вода грибан знаю просто как паровоз она сейчас становится или нет так и я потому что начинаю осаживаться и держал педаль то не было бы прям да он бы обошел но не могу сказать смело что но что за бэхой 100 200 за бэхой но 200 там допустим 250 200 300 точно за фиником точно за финалем один мутин 20 смотрю что мы вдвоем проехали 1127 квотер но 103 34 принципе очень все стабильно 8 73 100 200 лучше чем в предыдущем раунде саня надо ехать 200 300 надо ну давай давай малого попросил меня стоп турбо ее сложно район быстро перейдуть гибриды надо давай малого попросим для того чтобы не передуваться и с такой задержкой я понимаю но мы не можем долго держать на ли просим аллах обязательно напишите комментариях очень интересно что вы думаете по этому поводу какая тачка бежи инфинити или пеха троечка так финальный с места просто финальный не крайне и не последний предпоследний а просто финальный и ставим точку за это с места подвати только синхронно синхронов поехали хорошо как только стану на ланч может это долго примерно шапикарь понимал что делать нет ты увидишь хотя моргну начинаем сейчас вас разорву вас на все они не этого нет не тратить горючку когда надо еще раз надо еще раз вообще не раздулись вообще 0 надо было заранее раздуваться санька и пойдет ракетно просто нагоняет ёптвою мать он начал тормозить только когда мы его вошли ну что-то мы сейчас вообще агрессивно поехали блин сначала вжимает когда набираем потом вжимает так что я от торможения что я же улетаю салон туда вперед и реально лютая гонка было нифига не раздулись в этом раунде но как финих попер под конец я не зая передать ему начался ты ты все что запланировал все сделал не сказал бы чтобы все никогда не бывает конца на совершенство но сегодня ты под допустим я считаю что сегодня лучший день для бмв потому что температура воздуха 20 бмв это чек а чек нагревается check перекрывается почему эти едет только тогда когда жарко жарко acordали ты помнишь смотри сколько мы сделали заездом النストrá посмотрю пожалуйста температура узкой дошел температура воды двигателя температура масса двигателя температура воды двигателя температура впуска температура охлаждающей жидкости в фаз поэтому ринфинит я может ездить нон-стоп и чем жарче тем у меня больше преимущества потому что было нагревается вы перегревается а давай бы это было не было я 60 340 или даже м5 тени нахуй греются я считаю что заезд ходом наверное сейчас раскроет потенциал двух автомобилей и закроет вопрос кто же таки быстрее мы сейчас поедем с величиной дистанции я думаю я думаю что скорость у нас будет явно за 200 в этом уборе смотри вот эта красненькая хуйня это скоро это наша скорость поэтому снимать будем снимать так друзья решили не ехать больше с места сейчас они ну сложно сделать синхронный старт у сани ведровые турбины игорь на 100 турбинах раздувается быстро не получается у этот момент когда надо игорю трогаться потому что мы ждем чтобы финик раздул ведровые турбины возьмите какой-то момент когда идет отмашка игорь либо надут либо перейдут либо скажем так не понял что произошло поэтому поедем ходарем выбираем скорость скажу так у более слабого соперника это у бмв и господи будем ехать то это не моя скорость это скорость по которой все ездят 60 не выявите другая своя скорость нет какая другая я хочу расскажу его скорость у него скорость 40 километров потому что он знает что на zf и у бмв это конец 1 либо начало 2 5 1 длиннее что да у него 7 ступка поэтому ему эта скорость подходит но все в мире ездят 60 там 260 или 220 потому что мы 200 не поедем короче 60 200 вот так я думаю что будет интересно сколько хватит полос как их 280 где-то 200 вот они вот так не разумеется а тормозить как грусть сколько полоса на давай мужики бмв сила и он так поехали 63 раза маха его быстро набираю поехать как бы хорошо он дал он неправильно поехал он дал надуться и потом вернулся не ну я же потому ждал не понесу я почему не люблю тут заезды ходом потому что тут не хватает нормального полосы и могут начинаем пыкаться мыкаться и но так и есть жаление смогут пару милей а к и зачем тогда по большому счету ехать с места не одевались ходом один раз заедем ради банального еще получилось вот и все но так в принципе я понимаю когда одна тачка моноприводная 2 полноприводная когда 2 полноприводные ходом давайте подведем итог бмв м340 и была первая дисциплине ночь 302 метра но инфинити куча транспорт настоишь 2 плюс было быстрее ходом лодные вообще дыша ледом на леда и дащи ребята вот и чиллер киллер реально внук морожено морожено это уровень тюинга японского автомобиля параллельно с кондиционером в моменте гонки можно переключать условно говоря в моменте каком-то назовем это так на турбо режим моря как раз снимал температуру двигателя и температуру воды температура масла и температуру вкус после заезда сделали за есть буро более снял у нас 35 градусов мы еще всегда такой штучкой до конца ее потенциал не раскрыли потому что она упирается в кульки воздух-вода они стоковые нужно более производительные тогда температура вот это штуки будет уходить в минус также у нас есть комплект который мы еще не успели интегрировать дополнительно охлаждающие жидкости просто антифриза который бачок который монтируется в крыло соответственно больше емкость антифриза накануне гонки будет происходить по принципу холодильника да то есть эта штука жестко будет охлаждать воду это все кастом или на для финика такие картинка при финика и это можно на любой автомобиль поставить у которого воздух-вода и соответственно у нас запас охлаждающей жидкости будет существенный и тогда вот условно говоря добиваться лучшего результата можно будет более более стабильно александр е60 ты пригласил на гонку ты бросил вызов но ты не приехал как это понимать смотри какие люди за тебя сегодня делали заезд это день должен был быть твой они игоря пацанам привет из финика клуба от бмвшников ребята сначала хочу сказать б-58 это крепкий мотор но у фиником сначала нужно выиграть у м57 а потом уже брать б-58 вердогуба на старшего выиграть навезли нахуй его паша у тебя там на канале снимается саня на красном финики поэтому саня я тебе кидаю вызов настроен нормально тачку поехали порубимся посмотрим какой будет у нас конфиг потому что у витал это выиграл но как говорится брат за брата око за око подключил ты бросал вызов ты много наговорил я тебя жду давай сделаем гонку ребят второй день съемок что там пожар какой-то а это это дрифтер и дядя до пожар значит тут проблема в чем что топ ракурс который был на финише страны александра эти стрел победу саши большинстве случаев но по вторую линию как стоял оператор саши также игорь по раз был первым мы купили рулетку еще игорь взял до замерить на самом деле на самом деле но все равно большинстве случаев даже по вторую линию я был первым но я я говорил перед заездом что первая линия просто перемирал уже и ее помечал кто-то сделал вторую метров через 15 и типа фиксация там была на той где там были спорные моменты по первую ли я с уехал ты был первым да ну это даже не то чтобы сейчас боже ради бога это такое полбеды еще заедем короче да мы сейчас делаем замер реальных 402 метра на шестом километре зачем мы это делаем потому что это всегда вызывает какой-то спор и сам видели что хадари у финика просто дичайший как у петбуля на стероидах ну сейчас будем перемирять что нам еще остается потому что если посмотреть на видео то очень многим зрителям покажется что финик порвал игоря просто скажем так практически всех заездах но игорь ехал по первую полосу как бы по 402 мы сюда под нее едем если как бы ехать по первую полосу игорь большинство случаев выиграл если по вторую то уже спорно сейчас приступим замеру она по 50 да вот так вот ребята перемерка идет 50 метров круче мы будем четыре раза перекладывать получается что ну что делать я стою фиксирую на старте 50 метров игорь отходит так первую отметку мы сделали вон игорь 50 метров отметил иду по вторую строился это и говорю это даже не пара все писем ради сани как просто так ребят полтинник отмерили пошел второй полтинник это уже будет сотка 100 метров фиксирована на 50 ровно там даже 10 сантиметров ну вот где мои ноги задняя часть я делаю я стал на вторую отметку да ладно там нормально пару раз по 30 это уже там метр чем-то вот в этом вот смотри ровно делать кто-то нас пикассо 150 ребята это 150 метров не надо не порть баллончик отмерять дальше давай дальше от начала да да я понял носок так мы на отметке 250 где твой носок вообще носки там отделка вот тут застепили короче все зашло так как мы примерно прикидывали чтобы первую линию до 300 давай давай даже тут там метра вот метр нам погоду не все до 300 все тут же мы ехали по первую линию типа вчера да я уже запутался там он еще нарисованы ребята 402 а там где игорь стоит это реально 402 метра кто приходит сейчас коррератор саши тут стоял или где нет смотри вот нас 402 тоже да вот и рождество 2 линии 14 написано создавал на ее заново память так и идем туда где снимались куда мы ехали где мы тормозили на метров 500 мне кажется какой-то линии не стоят там нет счастья покажу ребята такой компот вообще это давно надо было сделать удействительно это очень спорная ситуация а вот тут стояла вы извините меня вот сейчас боря там стоит на 402 и посмотрим дадим боря где мы вот ребята вот тут стоял снималась так устал якобы по вторую линию смотрите метров 30 30 40 50 ну вот смотри пулетка осталось на 27 метров 50 метров то есть это было 450 а кто хочет поспорить я готов перезаехать так давай еще раз по цифрам у тебя были 11 11 11 11 стабильно один с тобой был 11 и 2 до саша ехал это одиннадцать двадцать там три шутка ну вот она где-то вот на таких скоростях вот эти миллисекунды просто саша твердо уверен что он выиграл а я что знаю где я вот тут проезжал там даже большинстве заездов я эту проезжал быстрее вот да у него там где-то 180 200 он начинает догонять равна самолета но это уже фото артипа да дальше типа после двухсот он быстрее пока короче вывод каков и станции 0 402 как я ранее говорил но ходарь у финика скажет так более крепкий ну по факту 3 должен быть 21 для факту смотрите он я скажу так что если будет спорное решение скажут что нет нужно реванш я готов заехать в любое время вот мы отмерили 402 любое время только набрали поехали так ну что там пацаны нужен реванш не нужен реванш напишите если реальность ситуация спорная сделаем реванш но если я прошу прощения не через месяц не через два я не буду ждать я тоже поставлю гибрид как саша поэтому в течение ближайшего времени так давай так сколько ты продал на тюнинг реально тысячу долларов так а сколько шума потратить там этом 1015 наш курсов но только мотор собрать смотри 5 чиллер киллер ну две там форсунки нвд патрубки очки сайвакс мозги для управления гибриды раз а ну то там еще по мелочи на собрать 10 плюс точно да не в целом поехал норм но как будто бы за эти вложения наверное сложно воника совершенно на издать вложения можно было на m3 приехать можно быстрее в 30 можно было за это за 30 в 30 340 за эти деньги можно было собрать 9 секундную машина делу никогда да да ну вот у меня и в 30 стоило 24 она мне как-то стало я вложил 7000 долларов и она ехала у меня кодор 10 и 1 и 120 5 и 2 но у тебя вообще-то первый такой проект был украине стабильно ехал стабильно это будет намного быстрее просто я уже ждал заезда на сток turbo в меня стоп сашей а дальше мы уже заедем гибриды на гибриды эра тюнинга бмв а3 столько зарождалась это один из первых проектов в украине которые реально поехал стабильно без поломок ты будто 3 бомбил на шестом где-то смотреть до хейтером я купил машину с пробегом 50 продал с пробегом 116 и она была все это время 30 тысяч на стричь 2 и 50 тысяч на стричь 3 ну примерно я не помню там точно ровным счетом не поломалось ничего я менял только только колодки диски свечи ну вот такой расход очень масло минга бмв топ за ты получаешь за один доллар сильно много мощности если ну грубо говоря ну ваги и пиник это дороже да ну ваг это только даза но даза очень она сильно дороже так купи даза сначала машину с дазой сколько она будет стоить ну не сейчас принципе рис 3 стоит по цене м340 примерно 50 грязи видим речь за f30 300 а если в 30 туда сейчас я 30 стоит там 20-22 и ты туда кладешь час учитывая новые то что сейчас уже другие турбы есть решение сейчас ее ставишь 78 она у тебя ездит вот так девять восемь сколько ел у них нет . 9 и 6 но это наехала с технической скажем так неисправностью она будет ехать и ведь низкие то есть уже где машины который какой-то маньяк ну да колян колянчик привет коля приезжая сейчас на зарубу с фиником или коля пока не как не надо в следующий раз так давайте раз проговорим но за вчера наши старты с тобой вчера 10 95 11 14 11 13 11 08 какой-то там один видишь меня тоже 11 15 11 12 вот это 10 95 вот тот один который ты меня объехал там явно было хорошо ты поехал а там 11 16 11 18 вот а потом где мы ехали с пассажирами уже у меня 11 27 11 29 11 36 11 да ну там же явно я был впереди ну короче очень очень близко 100 200 ты хавал на четверть мили там очень спорно там надо ставить камеру именно на 402 там некоторые заезды я думаю что 12 даже может быть ты был впереди 23 я был впереди на 402 точно на 451 фольстарт я сделал 2 ты ну посмотри прислали я твой видел я со стороны мне один раз показалось что я заработал на то я поехал вот когда ты поехал 10 а не пили 1 или 2 1 10 95 и мы приехали с тобой где-то ровно на вторую линию так визуально просто будет вида по камерам потому что это все это его движение это сложно уже по 100 200 давай посмотрим кобла я чисто есть но я сказала им 8 182 мне 100 200 хуже это что у тебя здесь тепло ярче да но это факт да вчера был на это семнадцать пятнадцать не это было раньше чем мы начали заезд ну ты не ровно сам факт было было так вот типа всем 177 блядь вот это будет просто британ ну какие сток турбины ну не рассказывай мне эти умоляю я готов поспорить с тобой на 1000 долларов что мы их снимаем а там стоп ой не стоп не надеюсь ты в любом случае красавчик что заставил ее ехать но мы увидели как едет финик на 100 и 4 или ст 4 это уже не суть а потом так на ст 4 у тебя выезжает шести секунды не ну ст 3 это понятие достижимое ты же понимаешь это зависит от того сколько на сколько турбина на тут а как ну ст 3 может ехать что он смотри точно ст 4 на 340 может ехать от 10 и 5 до 9 они это есть два плюс это не замена это гибрид не замена турбин стежка плюс вот так вот так вот так вот так вот так вот это стоп подожди расскажи гибрид из тысяч три конечно блядь на вашу счет обратки меркам стеждо плюс ну короче станьте эти блядь холхозы наху ты меня снимаешь я подождите 4 сразу блядь даже такие